Приветствуем всех у нас на канале! Сегодня в выпуске. Представлены новые персонажи для Хангай Стар Рейл. В Call of Duty Modern VFR 3 пройдут бесплатные выходные. Вышел новый трейлер анимационного сериала Отель Хазмин и многое другое. Компания Хуеверс анонсировала двух новых персонажей для проекта Хангай Стар Рейл. В этот раз пользователям представили мастерицу театрального искусства по имени Искорка. Героиня обладает квантовым типом урона и использует путь гармонии. Также показали четырехзвездочного швейцара Отеля Грёзы Мишу. Он использует креотип урона и путь разрушения. Сроки появления персонажей в игре пока неизвестны. Напомним, завтра, 15 декабря, команда проведет стрим разработчиков, посвященный будущему обновлению. Bethesda поделилась подробностями предстоящих патчей для Starfield. Информация поступила от одного из представителей компании. По его словам, в начале следующего года появится обновление с исправлениями множества квестов, а также поддержка технологий масштабирования изображений FSR 3 и XESS. Сейчас в студии идет разработка ряда нововведений, среди которых карты городов, поддержка модов и новые способы перемещения. Подробностей обо всем этом пока нет. Еще авторы уточнили, что проект будет получать крупные обновления каждые шесть недель. В промежутках между ними могут выходить небольшие хатфиксы. Insomniac Games объявила приблизительные сроки появления в игре Marvel's Spider-Man 2 режима «Новая игра плюс». Согласно официальному анонсу на странице разработчиков в Twitter, обновление для тайтла должно появиться в начале следующего года. Более точная дата пока не раскрывается. Помимо дополнительного режима, патч также добавит функцию аудиоописания, происходящего на экране, возможность менять время суток после завершения основной кампании, перепрохождение определенных миссий и многое другое. На данный момент команда занята тестированием данного хакпатча. Подробности о нем и сроки запуска появятся позже. В турецкой версии магазина PlayStation Store произошло повышение цен. Согласно информации сотрудников портала PS Prices, изменения затронули почти 500 тайтлов. Во многих случаях стоимость проектов возросла почти в два раза. К примеру, за Cyberpunk 2077 теперь придется заплатить 1500 лир вместо 800. Примечательно, что это уже второе изменение ценников за последние два месяца. Предыдущее произошло в ноябре перед началом распродажи «Черная пятница». Сама компания Sony изменений не прокомментировала. Ubisoft зарегистрировала домены для нового проекта серии Might & Magic, получившего подзаголовок Fates. Согласно информации, данное название скорее всего является финальным вариантом. Подробности обнаружил блогер Куракасис. Он также напомнил, что ранее Ubisoft разместила вакансии для разработчиков, имеющих опыт в создании игр с открытым миром, для производства новой части франшизы Might & Magic. Сама компания информацию пока никак не прокомментировала. Для Call of Duty Modern Warfare 3 анонсированы бесплатные выходные. Акция пройдет в период с 14 по 18 декабря на ПК, а также консолях Xbox и PlayStation. В рамках пробной версии пользователям будут доступны шесть основных карт Terminal, Rust, Highrise, Shipment, Afghan и Meet, три наземные военные карты Держава Попова, Орловская военная база и Курорт Левин и основные режимы Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirm, Ground War и War, а также набор плейлистов. Студия Cyber Interactive сообщила причины снятия симулятора бездорожья SnowRunner и MadRunner Games продажи в РФ, Беларуси и Украине. По словам представителей команды, причиной удаления проекта из регионов стали модели грузовиков Ford CLT-9000 и Ford F-750. Авторы не смогли устранить возникшие юридические проблемы, связанные с использованием моделей данного транспорта в игре, а потому решили заменить их на AWMG TX340 и AWMG AC1610. Они получат новый дизайн и характеристики, чтобы не ассоциироваться с предыдущими версиями. Помимо этого, было объявлено, что SnowRunner и MadRunner Games должна вернуться в продажу в указанные ранее регионы в ближайшее время. Точная дата пока не называется. Компания Bethesda сообщила о переносе релиза NextGen обновления для Fallout 4. На своей странице в Twitter команда рассказала, что теперь бесплатный апдейт появится только в следующем году. Более точная дата пока неизвестна. По словам представителей студии, им понадобилось больше времени на завершение работы над патчем. Другой информации нет. Напомним, NextGen обновления для Fallout 4 анонсировали в октябре прошлого года для ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Вместе с ним проект должен получить графический режим с повышенной частотой кадров и поддержкой разрешения в 4К. Bandai Namco опубликовали свежий геймплейный трейлер предстоящего файтинга Tekken 8. Роли посвятили демонстрации приемов и способностей одного из культовых героев серии, воина Йосимитсу. Он впервые появился в оригинальной игре и после этого возвращался во всех продолжениях и ответвлениях франшизы. Напомним, релиз Tekken 8 намечен на 26 января для ПК, Xbox Series и PlayStation 5, а уже сегодня, 14 декабря, станет доступна бесплатная демо-версия файтинга. Издатель Null Games и разработчик E.A.S. Games анонсировали спортивную игру под названием Street Dog BMX. Проект об экстремальных видах спорта предложит пользователям пройти ряд испытаний на шести обширных уровнях, выполняя по пути различные трюки. На каждой карте расположены потайные места и уникальные задания. Тайтул разрабатывается для ПК в Steam. Дата релиза пока не объявлена. Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown выпустили свежий геймплейный трейлер. Видео демонстрирует заезды по улицам Гонконга, а также различные возможности тюнинга, включая регуляцию подвески, замену деталей двигателя и цвет корпуса. Напомним, релиз гоночного симулятора намечен на начало 2024 года для ПК, Xbox Series и PlayStation 5. DreamWorks Animation представили первый трейлер полнометражного мультфильма Kung Fu Panda 4. Сюжет продолжения расскажет о становлении Панды По, духовным наставникам Долины мира и столкновении со зловещей волшебницей Хамелеоном, воскрешающей в упавших фрагов. Премьера ленты в мировом прокате должна состояться 8 марта 2024 года, через 8 лет с релиза предыдущей части. Создатели Genshin Impact поопубликовали свежий трейлер проекта. Ролик посвятили знакомству с пятизвездочной геодвуручницей Navi. Напомним, героиня должна появиться в баннерах первой половины патча 4.3. Релиз обновления запланирован на среду 20 декабря, 6 утра по московскому времени. Предварительная загрузка стартует 18 числа текущего месяца. Amazon Prime представили свежий трейлер грядущего анимационного сериала «Отель Хазбин». В видео продемонстрировали больше новых кадров из будущих эпизодов и персонажей, включая ангелов. Трансляция первой серии должна стартовать на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 19 января. Ранее авторы сразу продлили шоу на второй сезон. Напомним, пилотный эпизод вышел 28 октября 2019 года, а после автор Вивьен Медрана продала права на него каналу А24, начав заниматься спин-оффом Хазбина Элва Босс, у которого уже идет второй сезон. А теперь календарь событий на завтра, пятницу, 15 декабря. Пройдет стрим разработчиков Ханкаиста Рейл. The Walking Dead Betrayl будет полностью закрыта. В парк Бьонс стартует коллаборация с фильмом «Побег из курятника 2». Большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться на канал, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по новостям. Еще можете посетить наш канал в ТикТок, где в 9 и 17 часов по Москве выходят короткие сводки новостей, и группу в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки в описании под видео. Там же ссылки на нашей странице Boosted International Arts для помощи в существовании и развитии канала. Большое спасибо и до новых встреч!